В советские годы дом номер 6 по улице Куцыгина и прилегающая к нему территория были образцово-показательными. Сейчас этот райский уголок превратился в аппендицит Ленинского района Воронежа, который находится на грани перитонита. Смрадная заваленная мусором контейнерная площадка, где неоднократно видели крыс. Уродливое подобие спортивной и детской площадок. Обезображенные подъезды, из которых выйти опасно. Обрушившиеся ступеньки и выбоины нужно преодолевать очень осмотрительно, тем более пожилому человеку. Здесь во дворе даже тараканов можно встретить, к нашему удивлению, мадагаскарских. Вот такая экзотика в центре Воронежа. А между тем, в доме номер 6, который располагается в шаговой доступности от площади Ленина, находится ЗАГС Ленинского района и уникальная городская библиотека искусств имени Пушкина. Единственная в своем роде в России. Жильцы дома номер 6 по улице Куцыгина уже много лет обивают пороги чиновников, пишут, звонят, а все без толку. Все бумаги стекаются в управление Ленинского района, там вот товарищ Горбатов отвечает. Я, как правило, ничего не решается. У нас, конечно, здесь всегда много такой впечатления, что вокруг дома какая-то злая сила. Машины. Вот я живу в этом подъезде, и у меня окна сюда выходят. Вот я подхожу вечером. Вечером. 15, 17. Машины стоят под окном. Вот здесь вот. Не подойти, не подъехать. Никакого абсолютно порядка нет. Конечно, жильцы тоже виноваты. Вот, смотрите, с мусоркой что. Раньше, как говорили, о чистоте двора заботились короли и дворники. Ну, у наших королей теперь, вы знаете, сколько много дворов, а дворникам они платить хорошо не хотят. Вот поэтому такая еще ситуация. Стоим мы около третьего подъезда этого дома. Да? Каждый год, каждый год. Вот здесь вот у нас ввод в дом, где в траншеи располагаются у нас труброводы горячей воды, холодной воды. Дальше что у нас? Подходит отопление и все прочее. Несколько месяцев тому назад раскопали опять этот участок. Дальше долгое время ничего не асфальтировалось. Выбросили бордюры. Вот они у нас здесь валяются. Вот эти бордюры. Долгое время вообще траншеи не засыпалось. Кто как мог, так и попадал в этот подъезд. Кто как мог. Вот сухие березы стоят, значит, так, с них уже и ветки падают, и сами не в скором времени, значит, упадут. Кроме того, значит, вот там сухие деревья, значит, это границы детской площадки. А вот перед подъездом дерева, это я не знаю, значит, так, есть какие-то нормативы, когда дерево прилежит вырубке. Значит, это дерево, значит, уже под углом 30 градусов к горизонту. Люди ходят мимо. Это как раз, значит, выход из подъезда, значит, когда это рухнет кому-нибудь на голову, значит, и будет трагедия. Сразу, значит, есть такая пословица «Гром не грянет, мужик не перекрестится». У библиотеки имени Пушкина, когда-то тихий и красивый уголок для отдыха, превратился в место для сборища пьянчуг и наркоманов, которые разворотили фонарные столбы, сломали лавочки, справляют нужду под балконами жильцов. А красивая декоративная стена обрушилась, плитка отвалилась. Жалкое зрелище. Света лет 10 за домом нет. Местечко такое для отдыха, казалось бы, но туда в темноту опасно даже дам пройти, мужчинам. Собирается вся бродяжня. Перед въездом во двор дома номер 6 по улице Куцыгина висит знак, так называемый кирпич. Движение под этот знак запрещено в любом случае. Но не тут-то было. Машины въезжают одна за другой. Проходы и проезды загорожены. Автомобили бросают прямо посредине двора. А на возмущение жителей наглые водители-нарушители откровенно хамят. Несколько лет жильцы безрезультатно борются за реконструкцию детской площадки. Когда готовились к юбилею города Воронежа, то наш двор попал в благоустройство, в список благоустроенных дворов, благоустраивать их надо было. Но никто ничего не делал. А что тут благоустраивать? Вот детская площадка, она совершенно развалилась. Вот качели скрипучие, разваливающиеся. И больше ничего нет из детской площадки. Спортплощадка. Лесенка вот небольшая. И турничок вон там в отдалении. Тоже ничего нет. Конечно, людей это не устраивает. Дело в том, что здесь приходят дети с улицы Кирова, Куцыгина, Станкевича, со всех, как говорится, частного сектора, с улочек-переулочек. Собирается много детей. Ну, а где им быть? Единственная площадочка на весь микрорайон. В центре. Стыдно. Стадоба. Нищета. И просто даже глядеть неприятно. Я хочу показать вот эти детские качели. Это качели-убийцы. Вы обратите внимание, может ли ребенок двухлетний забраться на эти качели, а если заберется, или, ну, пусть постарше заберется, а этот будет стоять рядом, начнет движение и точно попадет по голове. Еще не было троедии, но она может случиться. Эти качели надо немедленно просто убирать. Я вот как врач призываю, что это очень будет большое горе. Рядом песочница. Ну, раньше здесь были цветы. Это были цветочницы. Смотрите, обложенные кирпичом. Ребенок не может сесть. Как он может сесть? Он действительно простуется. Хотя бы деревяшки какие-нибудь. Обили бы можно было, значит, ребенку сесть. Песок всегда грязный. Так вот, детская площадка, значит, мы захватили, скажем так, ее закат. Она еще была, когда моя дочь была маленькой. Сейчас у меня уже внуку 7 лет. То есть более 25 лет этой детской площадкой никто не занимался. Более 25 лет. Когда-то вот здесь вот, значит, кораблик такой красивый был, деревянный, значит, дети здесь очень любили играть. Значит, были песочницы. Вот это была клумба, теперь она стала песочницей. Была арка. Были нормальные качели, была избушка здесь, значит, качели сейчас, вот, вы, если обратили внимание, значит, когда-то заклинило подшипники вот эти, значит, их взяли, переварили поверх трубы, пустили вот эти трубы, значит, в итоге не стали выше. Жильцы многоквартирного дома номер 6 по улице Куцыгина всегда были политически активны. А сейчас доверие к власти у них на нуле. Людей измотала многолетняя борьба с чиновниками мэрии и управы Ленинского района. Ну, конечно, голосовать мы будем, но не все еще определились, ко мне обращаются, за кого голосовать. Нам ведь надо избрать такого мэра, таких депутатов, которые бы были ближе к избирателям, и они нам помогали, и мы им помогали, но у нас этой взаимосвязи нет пока. Не могу ничем похвалить.